Добрый день! Сегодня по выкройке Катин Хитарян мы будем шить женскую толстовку на молнии с капюшоном. Прибавка к обхвату груди 14-17 см. Толстовка приталенная. И здесь есть особенность в манжете прорезь для пальца, что очень удобно зимой. Перед тем, как распечатать всю выкройку, обязательно проверьте контрольный квадрат. Выкройка рассчитана на футер трехнитку с начесом. Итак, вот перед вами основные детали. Спинка, одна деталь со сгибом. Сразу скажу, прибавка на все швы 1 см. Шить буду из футера трехнитки с начесом цвет сухая роза или пудра, что по-моему сухая роза. И обратите внимание, начес здесь не обычный в общем понимании, а его намного меньше, то есть он как бы облегченный начес, но тем не менее есть. Вот я пытаюсь вам поближе показать. Ворс есть, но просто не такой густой, как вот на обычной трехнитке. Полочка. Уже две детали, так как на полочке будет молния, поэтому спереди у нас тоже прибавка 1 см. С детали полочки переносим выкройку кармана на кальку или куда вам будет угодно и выкраиваем две детали кармана. Здесь на вход в карман прибавка 2 см. Две детали рукава. Здесь переносим метку, какой стороной рукав идет к переду. Также переносим метку, где у нас будет приходиться разрез на манжете к рукаву. Две детали капюшона. Выкройка включает цельнокройную обтачку, поэтому просто делаем прибавку в 1 см и переносим меточку, где у нас будет отверстие под шнур. Далее идут детали из кашкорсе. Это подвяз. Одна деталь со сгибом. Прибавка также 1 см. И две детали манжет. Также прибавка 1 см. Здесь переносим главные меточки, где у нас будут прорези для пальцев. И начинаем мы шить с того, что подвернем входы в карман и отстрочим на распашивальной машине. Теперь накладываем карман на деталь полочки и будем пришивать его по верхнему краю и по боковому. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь по заднему шву сошьем детали капюшона. Шить я буду на оверлоке широким 4-х ниточным оверлочным с швом иглы джерсии номер 90. Швы по желанию можете отстрочить, можете этого не делать, как вам больше нравится. Я буду отстрачивать все швы. Субтитры создавал DimaTorzok Непрошитые края карманов я приметала к деталям полочки. Теперь будем сшивать плечевые швы. Мы сшили плечевые швы и теперь в открытую пройму будем вшивать рукав. Обращаем внимание, где стоит меточка, какой стороной рукав идет к полочке. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы вшили рукав. Теперь толстовку складываем пополам и будем одним швом сшивать шов на рукаве и боковой шов. При этом, смотрите, швы в подмышках должны совпать. Для удобства, чтобы не было толщины, вот эти вот припуски на шов лучше разложить в разные стороны. Так оверлок будет легче проходить этот промежуток. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь берем наш подвязь, находим на нем середину. Также середину находим на спинке нашей толстовки и совмещаем эти метки на подвязи и на спинке. Продолжение следует... и равномерно натягивая подвязь, будем его пришивать на оверлоке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И буду сшивать, оставляя прорези для пальцев не прошитыми. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь разгладим припуски на шов в разные стороны. Теперь складываем манжету пополам и будем сшивать между собой припуски на шов с одной стороны и с другой стороны от разреза. От метки до метки. Сначала сошьем припуски с одной стороны от разреза, а затем с другой. Для удобства можно использовать лапку для пришивания молнии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На капюшоне я пробила петли, предварительно укрепив их дублерином. И теперь подворачиваем внутрь цельнокроенную обтачку капюшона и будем ее отстрачивать на распошивальной машине. Теперь будем пришивать капюшон. Для этого на вырезе горловины спинки находим середину и совмещаем эту меточку с задним швом на капюшоне. КОНЕЦ Теперь в рукав будем вставлять нашу подготовленную манжету, совмещая лицевые стороны, а также совмещая метку на рукаве со швом на манжете. И равномерно натягивая манжет, мы будем пришивать его на верлаке. КОНЕЦ И наша толстовочка практически готова. Вот посмотрите, шов на горловине я тоже отстрочила на сторону спинки и переда. Вы можете изнутри его закрыть киперной лентой, я так делать не стала, а просто отстрочила, как и все остальные швы. А нам осталось только вшить молнию. Передний срез спереди под молнию я укрепила полоской флизелина. Хвостик от молнии сверху я подвернула на изнаночную сторону. Музыка 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 Теперь нашу молнию застегиваем и проверяем, совпадает ли основные метки низа, кармана и воротника. Музыка И нам осталось отстрочить молнию по лицевой стороне. Музыка а сейчас я хочу вам показать один лайфхак как проходить утолщение смотрите мы заходим лапкой на утолщение и потом задней стороны лапки подсовываем что-нибудь и линейку пуговичку любой какой-нибудь плотный предмет и дальше уже проходим это утолщение без каких-либо сложностей видите строчка ровно и нигде не пропускает и наоборот не топчется на месте легко прошли мы это уплотнение вот смотрите сейчас я опять применю этот лайфхак и посмотрите как аккуратно выглядит отстроченная молния и швы с внутренней стороны спрятаны как раз вот под этой от строчкой и наша толстовочка готова шнурок для капюшона я сделала из этого же футера капюшон в данной модели объемный и удобный а его ворот закрывает горловину от холода и ветра линия плеча смещена вперед ну а изюминкой данной модели является манжета с вырезом для пальца в целом я очень довольна данной моделью она хорошо садится по фигуре эта модель не оверсайз а как я говорила слегка приталенная поэтому вот она такая вот женственная ну а на этом все если вам понравилось данное видео ставьте лайки пишите комментарии и не забудьте подписаться на мой канал